Плохотнюк начал зачищаться примерно за 4 дня. Как пошли первые серьезные заявления от той или иной стороны Евросоюза, он ждал окончательный вердикт, так говорили в офисе, еще раз я цитирую, это не позиция. Вы когда говорите офис, вы имеете в виду офис Демпартии? Офис Демпартии, конечно. То есть ждали финальную позицию Соединенных Штатов Америки. Но уже понимая, что может быть что-то не очень хорошее, начали зачищаться. Как одна из вещей, вы скажите, откуда я знаю про то, что, например, было собрано 10 миллионов евро наличными, ну то, что по кабинетам валялось, по сумкам и так далее. Значит, эти 10 миллионов евро он отправил в один из молдавских банков, я назову название, это Аграйнбанк, где, вы знаете, надо дать должное, просто вокруг этого банка было очень много историй. Я сам выступал два года назад, когда говорил о том, что готовят схему. Когда забрали акции у Платона, значит, они этот банк каким-то образом решили забрать себе. Не получилось забрать себе. Значит, отдали своему же Болгарину. Забыл, как его фамилия. Или это по молденькому банку Болгария. Но это их партнер, близкий человек. Говорят, что за Болгариным там Андронакий состоит. Да, то есть это был не чужой человек. То есть сделки эти были фиктивные. И тут Аграйнбанк отказывается перечислять за рубеж 10 миллионов, еще раз повторяю, которые наличными привезли. Их привезли то ли в тот день, когда Плохотнюк уезжал из страны, то ли за день до этого. Либо в четверг, 13-го, либо в пятницу, 14-го. В Аграйнбанке, если завтра вы свяжетесь как журналисты, потому что я лично в хорошем смысле обрадовался такому решению, что вообще в любой другой стране это бы и так произошло. Но в нашей стране... То есть в Аграйнбанк занесли, по-вашему, 10 миллионов кэш? По-моему, а по тому, что было наверняка, 10 миллионов кэшем занесли в евро, эти деньги должны были уйти... Нет, давайте по-другому скажу. Эти деньги, 10 миллионов евро, должны были уйти за рубеж. Может быть, что-то принесли в евро, в рублях, в долларах и так далее, но эквивалент 10 миллионов евро. В валюте эти деньги должны были уйти за рубеж. Значит, банк связался с центром по борьбе с коррупцией. То есть у нас миллиарды проводили, причем неважно, сландромата, какие-то другие незаконные действия. Как вы понимаете, включались красные лампочки в Чиня и где угодно, но никто не блокировал. А тут деньги, лично принадлежащие Плохотняку, с Агроинбанка звонят в Чиня. Вот у нас транзакция. Причем говорят, чья транзакция. И они не выводят эти деньги. Секундочку, а что, вы принесли кэш от имени Влада Плохотнюка? Послушайте, Наталья, если я что-то говорю, вот конкретно в этой ситуации, то есть я же это узнал не от сторожа в Агроинбанке. То есть это собирались. Он нервничал. Так же, как я знаю. И вот смотрите. А собирали где, в офисе, в остатке кэша или что? Значит, эти деньги лежали в офисе и по кабинетам. То есть, поверьте мне, меня точно не интересовало, в каком кабинете лежал миллион, в каком 500 тысяч. И меня вообще не интересовало. А могу задать вам вопрос? Поскольку у вас много источников, в том числе, я так поняла, в офисе Демпартии, откуда у партии, неважно у какой, в данном случае у Демпартии, может быть, 10 миллионов евро кэшем в разных кабинетах? Наталья, у меня такое ощущение, что вы вчера вернулись из Грузии, в Молдавию, и вы тут не были 20 лет. И вы вот меня спрашиваете, а откуда у Плохотнюка, то есть человек, который был хозяином страны? Мы убираем судьи. Мое дело задавать вопросы, и ваше дело отвечать на вопросы. Вы же политик. Ну давайте, ну просто у нас превращаться же в веролаж. Откуда у Плохотнюка? Да мне ферешки. Да я, послушайте, где-то появилась информация, что это, по-моему, новый министр экономики заявил, что черная касса составляла 22 миллиона в месяц. 400 миллионов флеев в месяц. Я видел цифру 22 миллиона в валюте. Я думаю, что к той цифре еще можно прибавить, миллионов 10-15. Не во всем еще разобрались. Я готов, повторяю. Помогать в этом разбираться. Так же, как и я заключу в ближайшее время договор. Вернемся к Ром. Хорошо, вы утверждаете, что 10 миллионов были собраны вот в последние несколько дней. Наталья, нет, они, может быть, и за час были собраны, может быть, и за один день. Я не знаю, за сколько они собирались. Я знаю, что их очень быстро отвели в Агроинбанк. И Агроинбанк отказался проводить эту транзакцию. Секунду, и тут важно. А могу я вам здесь задать вопрос? А какая была проблема эти 10 миллионов вывести на тех самолетах, чартерах, которые вы выезжали 14-го числа, один за другим из Кишиневского аэропорта? И наверняка ведь те самолеты не проверили. Я уверен, и об этом говорил, что вывезли мешки денег на тех самых самолетах. Просто вывозили столько, и напилили столько за эти годы, что про эти 10 миллионов просто могли забыть. Это для простых людей, которые нас сейчас смотрят, и даже бизнесменов. Для мелких предпринимателей, средних, это астрономическая сумма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!